На улице Радужной и дома под стать названию. Унылых серых строений здесь нет. Новые сооружения, как в сказках братьев Гримм, словно пряничные. Даже солнце вышло этим холодным пасмурным летом, чтобы подсветить их. Без магии в нашей истории не обошлось. В роли доброго волшебника Олег Хромов, вручивший в день медработника ключи от новых квартир работникам здравоохранения. К одной такой семье мы и отправились в гости. В новом доме все по-новому. Вот смотрите, музыкальный лифт, пока в нем едешь, он проигрывает вот такие вот музыкальные композиции. Слышите? И, кстати говоря, по словам жильцов, музыка играет каждый раз новая. Музыкальный лифт привез нас в семью Александры Сергеенко, счастливой обладательницей 60 квадратных метров муниципального жилья. Квартира у нас двухкомнатная, но очень большая. Сюда же можно играть в футбол. Это детская. Здесь будет стоять кровать ребенка Дениски нашего. А эта комната? А эта комната будет у нас залом. Здесь мы поставим шкаф-купе и диван. Вот, красиво. Все сделаем. Будет квартира нашей мечты. Александра старшая медицинская сестра поликлиники Бутова парк начинала свой путь служения обществу с работы в реанимационном отделении. Потом был физкультурный диспансер, затем кожно-венерологический лор-отделение. И вот в поликлинике Бутова парк она обрела счастье в профессии. Я просыпаюсь с утра, 6 утра каждый день. Приезжаю на работу. Когда я только подхожу к ней, она замечательная, прекрасная поликлиника, вся в цветах у нас. Захожу в здание, где приветствуют наши регистраторы, мои дорогие, любимые сотрудники. Поликлиника у нас лучшая. Это любовь взаимна. Подтверждение тому, квартира, где мы находимся. В ней сделан муниципальный ремонт. Завози мебель и живи. Этим как раз и озадачился супруг Алексей, который, кстати говоря, тоже имеет отношение к медицине. Он донор крови. Помощь окружающим – его гражданская позиция. Я был воспитан во времена СССР. Тогда люди более добрее относились друг к другу. Все старались друг другу помочь в чем-то. И я думаю, что благодаря моим родителям, которые меня так воспитали, я, наверное, буду воспитывать также своего сына. Такие люди, как в этой семье, безусловно, гордость для любого района. Тем отраднее, что живут они у нас, на улице Радужной. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.